друзья всем привет добро пожаловать ко мне на лекцию мы с вами поговорим о том как снимать эффектные портреты на iphone вот наверняка многие из вас меня видят здесь впервые может быть кто-то подписан на меня но скорее всего первый раз я у вас на экране сейчас немножко представлюсь расскажу о себе меня зовут амир агаев я профессиональный фотограф работаю с брендами дизайнерами модельными агентствами журналами по всему миру последние 6 лет живу на бали последние где-то 8-9 лет я не живу в россии путешествую по разным странам в основном базируюсь на острове и работаю здесь часто выезжаю все зависит от того где мой клиент находится сотрудничаю также с различными celebrity агентствами и также являюсь преподавателем у меня есть два курса один курс паре туши 2 курс по фотографии и из основных еще моментов я сотрудничаю с брендом никон россия ребята меня спонсирует техникой уже больше кажется двух лет вот несколько моих работ для тех кто не видел большинство из них сделаны вне россии например первая работа то что слева сделано на водопаде на острове бали вторые две они сделаны в африке я туда часто катаюсь там я именно работаю с моделями агентствами там есть два ведущих модельных агентства одно из них boss models и на протяжении трех лет я туда уже езжу стабильно очень такая знаете прекрасные вообще и страна и город кейптаун там очень много модельных агентств и в принципе просто идеальное место для фотографа все кто еще не был я советую посетить это направление но начинает набирать обороты и кстати говоря для держателя русского паспорта там виза нужна до эти кадры я сделал вот справа который кадр я его сделал тоже на острове бали спонтанная съемка творческая была которая привыкла достаточно много клиентов и эту работу точнее работу из этой серии нарисовал один очень такой известный художник а когда живет в нидерландах можно меня в профиле посмотреть и он нарисует какие-то вообще он нарисовал настолько красивую картину которая получилась лучше этой фотографии вот слева кадра мы снимали для канадского журнала публикация была и в print и в digital версии интересный такой проект получился про что вам понравились работы но смотря на них возможно кто-то может подумать что я так вообще изначально так снимаю у меня рука прямая не знаю глаз алмаз и так далее я родился под правильной звездой в правильной семье и так далее но чтобы развеять все эти мифы я скажу о том что конечно же от создателей фильма так было не всегда вот я родился точнее вырос в городе железногорске там я жил с 9 лет изначально я родился вообще туркменистане и мы переехали в сибирь я там рос учился в университете работал продавал диски вот и вы знаете маленький город минимальное количество творческого окружения попродавав диски наверное года четыре я устроился работать в фотосалон и там соответственно понеслась вообще поехала моя жизнь и я нашел работу в фотосалоне там конечно была еще работа грузчиком но об этом уже в другой раз я начала соответственно снимать людей на документы я делал фотографии на визы на паспорта на пропуске у нас город закрыт туда просто так не попадешь вообще вот и собственно так и познакомился с камерой вот она стояла на штативе и даже в руки не брал просто нажимал на спусковой крючок был такой тросик и снимал людей на белой двери вот начали с этого потом я взял камеру со штатива и просто решил снимать друзей знакомых и так далее нашел даже скрины с контакта что вот 2011 12 год я снимал двенадцатый год вот точно я снимал по 500 рублей я снимал по 1000 рублей и снимал для клубов снимал еду знакомых роддома выписки всякую такую историю первые мои работы выглядели примерно вот так вот вот я это все рассказываю просто чтобы вы понимали что а так было не всегда и б каждый может научиться снимать вот и все вот и c просто вы понимали кто сегодня рассказывает вам о том как снимать портрет на iphone который кстати гер тоже покажу это первые работы я студийным светом пробовал снимать снимал опять же знакомых всех тех кого находил вообще вот справа кстати говоря одна из коммерческих моих работ я снимал для какого-то бренда одежды по моему в общем кадры ну такие с натяжкой и ретушь также здесь я первую мужскую съемку свою провел связь одна из первых съемок мужская и я подумал что оглядывать опять же назад вот я понял что походу референсом к обработке этого кадра был город грехов где вот просто ужасный человек был кстати говоря ребят кто не видел город грехов первый посмотрите это просто такое эстетическое удовольствие очень красивый фильм со всех точек зрения вообще в общем я экспериментировал и по цветокоррекции по съемке у меня камеры из рук из рук вообще не выходила то есть я думал что чем я больше обрабатывать и графики тем она становится лучше я думал что чем дороже у меня будет фотоаппарат тема у меня будет круче работы вот то есть в принципе такая классическое мышление вообще человека который живет не понять где и только начал заниматься этой всей истории но сейчас со временем спустя несколько лет я беру за съемку от 500 долларов это 10 кадров не входят если я обрабатываю кадры то один который мне стоит 10-12 долларов и это достаточно частая история потому что клиенты часто заказывают дополнительную обработку фотографии и работают с разными брендами как я и говорил с дизайнерами с журналами завтра я буду снимать для или фишсель журнала мы сейчас готовимся утром мы выезжаем на водопад будем снимать там очень красивую историю в целом качество обработки выросло качество съемки выросло я это все дело автоматизировал упаковал вот в знания которые с которыми сегодня буду делиться вот перейдем сейчас программе к лекции к основной что у нас сегодня вообще по плану с вами идет я расскажу о том кто такой фотограф 2021 году я расскажу то каким я его вижу я не знаю какой он там должен быть я не знаю там кто как думает я расскажу свое мнение расскажу большинство вот как думает что это вообще что за фотограф что он делает и я расскажу и своего опыта на мой взгляд каким должен быть фотограф вот это первый первая тема вторая тема у нас будет это главное правило работы фотографа важная тема несколько слов о ней тоже будет уделено следующее это три уровня роста фотографии мы разберем какие уровни роста есть на каком уровне вообще о чем думает фотограф к чему он стремится чем он мечтает далее основные ошибки фотографов то есть те ошибки которые не стоит допускать откуда брать идеи для съемок если вы хотите спланировать какую-то съемку чем вдохновиться то что часто бывает блин я хочу снимать а что снимать непонятно вот далее конечно же как снимать людей на iphone следующая тема описание полного цикла создания моих работ я просто расскажу то как я делаю работы которые вы видели самом начале презентации принципе как эта работа создавалась который вы сейчас видите на слайде вот и конечно же я подготовилась команда для вас подарок который называется гайд 11 шагов по подготовке к съемке то есть в конце эфира я поделюсь каждым из вас небольшим таким чек-листом в котором будет написано пошагово что нужно делать для того чтобы съемка прошла успешно потому что я считаю что 50 процентов успеха съемки это как раз таки подготовка к ней вот поэтому после лекции вы унесете не только большое количество информации но и небольшой подарок от меня который можно будет забрать с собой и когда у вас появится мысль о том что вы хотите поснимать вы сможете зайти в этот чек-лист и понять так нужно делать первый шаг второй шаг третий шаг и так далее то есть я им сам пользуюсь просто уже на автомате и мы решили с командой это упаковать в чек-лист ну что ребята приступаем к основной части вначале хочу такую игру небольшую сделать скажите пожалуйста где какой кадр то есть например вот у нас есть на слайде два кадра я хочу вас узнать какой кадр из этих снят на телефон левый или правый вот так а что насчет следующего слайда какой из этих кадров снят на телефон левый или правый вернемся на предыдущий слайд слева кадра снят на телефон я знаю это выглядит сумасшедшим тем не менее кадры сделали на телефон он входит там топ-10 лучших кадров снятых на телефон справа у нас достаточно тоже популярная фотография она снята на камеру на широкоугольный объектив профессиональной камеры представьте вот и здесь во втором примере который я вам привел слева кадра снят на телефон справа кадр снят на камеру это кажется польский волк который снят на профессиональную камеру слева кадр сделал фотограф из италии достаточно такой популярный кадр и он снят на телефон на простой телефон под названием iphone вот можно даже серию посмотреть в интернете при желании то есть смотря на эти примеры я думаю что можно все-таки принять тот факт что на телефон можно делать эффектные кадры у того же айфона есть просто все функции для того чтобы творить делать крутейшие кадры которые будут собирать внимание сотен тысяч зрителей просто по всему миру теперь хочу перейти к теме того фотограф кто это такой вообще то есть на мой взгляд может быть вы со мной согласитесь может нет но большинство думает что фотограф это тот человек который просто берет камеру нажимает нее и у него получать красивые фотографии может быть не всегда красивый но тем не менее вся работа фотографа состоит из того что он берет камеру и нажимает на кнопочку это все за то что он получает деньги вот было бы это правда я бы наверное был бы рад но на мой взгляд из моего десятилетнего опыта я скажу что это очень далеко от правда если мы говорим все-таки о профессиональной фотографии вот на мой взгляд фотограф должен сочетать себе пять ролей как минимум а он должен быть и продюсером и стилистом и фотографом и ретушером для чего он должен быть продюсером для того чтобы продумывать съемку от начала до конца он должен иметь искать локации составлять модборды искать идеи подбирать моделей членов команды визажиста стилистом должен уметь продавать свою идею другим членам команды зачем ему быть стилистом прекрасно иметь хорошее чувство стиля вкуса и таким образом ты можешь правильно сочетать одежду быть стилистом на своих съемках особенно если ты только начинаешь или особенно если ты путешествуешь потому что я часто путешествую по разным странам и не всегда получается найти стилиста вот и исходя из того опыта который я уже приобрел за несколько лет я могу сам стилизовать съемку сам подобрать одежду я разбираюсь в размерах женского белья и так далее понимая что с чем может сочетаться что с чем не может сочетаться какие реквизиты аксессуары нужны ювелирные украшения шляпы или какой-то дополнительный вообще реквизит конечно же непосредственно фотограф должен быть просто фотографом который должен непосредственно в день съемки провести съемку сделать так чтобы результат получился максимально качественным максимально эффектным фокусируясь на процессе и кстати говоря о том какое главное правило фотографа это как раз таки вот относится что в процессе съемки нужно брать ответственность на себя то есть за результат отвечаешь только ты тот человек который берет камеру на мой взгляд то есть если мы берем профессиональную историю или в целом мы снимаем просто на iphone человека вот у нас человек в кадре человек накрасился человек собрался оделся все в целом готово все в целом выглядит красиво у тебя в руках есть камера которая может быть профессиональной это может быть iphone разницы никакой в этом нет совершенно и ты снимаешь если что-то идет не так если модель спит если свет плохой нельзя говорить так что после съемки у нас не получились кадры потому что ну ты была не в настроении я забыл там зарядку и так далее свет был плохой было облачно и так далее то есть это все отмазки на мой взгляд можно всегда найти способ для того чтобы сделать серию эффектной для того чтобы выжать максимум из того что есть вот поэтому на мой взгляд главное правило фотографа это брать ответственность за съемки за съемку на себя если говорить про одну из ролей да фотограф должен быть и ретушером в том числе то есть ты снимаешь ты должен понять как обработать если ты обрабатываешь хорошо отлично если ты обрабатываешь плохо то ты можешь просто накосячить и испортить всю съемку если ты не умеешь работать с цветом но ты умеешь ретушировать это не работает должен уметь сделать и то и другое. Ты можешь делать хороший цвет, но ты можешь полностью замылить кожу. Ты можешь сделать плохую ретушь, но ты можешь делать хороший цвет. Это будет некрасиво, то есть это будет недоделанный такой полуфабрикат. То есть нужно в этом разбираться, нужно понять какие кадры обрабатывать для того, чтобы создавать эффектную серию и так далее. Нужно быть и маркетологом в том числе. Опять же это все не важно, если ты снимаешь на камеру или на телефон. Нужно уметь себя правильно позиционировать, нужно заниматься своим продвижением, нужно уметь себя продавать в конце концов. На мой взгляд, это то, что должен делать фотограф на сегодняшний день. Если ты хочешь стать профессионалом, конечно. Если ты хочешь быть любителем, в принципе, можно какие-то из этих пунктов пропустить просто. Мы двигаемся к следующей теме о том, какие есть три уровня роста фотографа. В принципе, это все написано из моего опыта. То есть я, глядывая назад, вспоминаю, когда я был новичком, я снимал все подряд. То есть человек, который только начинает снимать, он снимает все подряд. Это, в принципе, хорошо, но тут главное не зависнуть. Потому что можно долго снимать все подряд и как бы так и не вырасти. Но вначале можно снимать все подряд, так ты просто ищешь, что тебе нравится, что тебя привлекает. Может тебе нравится снимать еду, может тебе нравится снимать людей или животных и так далее. То есть ты ищешь себя. Далее. Новичок, он работает с первыми заказами, не умело, немножко у него там трясутся руки, он переживает, не уверен в своем результате в целом. Старается, он постоянно учится и думает, что огромное количество надо сейчас информации поглотить для того, чтобы сделать эффектные фотографии. Вот. И снимает друзей, знакомых, в принципе, как это делал и я. Я снимал и одноклассников своих, и ребят, которых находил в ВКонтакте тогда еще. В целом, у него есть мнение о том, что техника — это основа успеха, то есть нужно иметь огромную просто камеру с большим дорогим объективом для того, чтобы делать эффектные кадры. Вот. И есть такое неловкое чувство брать деньги за свою работу. Типа, я не знаю там, что снимать, мне обращаются заказы, я не знаю, как с ними общаться, неужели мне должны за это платить? Вот. Я просто тоже так вел диалог, мне спрашивали, сколько стоит. Вот, кстати говоря, показывал скриншот раньше и такое, типа, мне еще не за что платить, я так и писал прям вот вообще. Хотя люди были уже готовы. Вот. Но мечтает новичок о том, чтобы, блин, хоть бы это хобби стало моей работой. Вот. И я бы стал заниматься профессионально. Либо сменил работу и стал бы фотографом, который разрабатывает на своем хобби, либо просто начал работать и двигаться вообще в этом направлении. Второй уже уровень, это опытный фотограф, он принимает заказы, свадьбы, репортажи, дни рождения, выписки из роддома и так далее. То есть он берется за все подряд. Далее. Он имеет стабильный поток съемок. В основном 95%, если не 100, у него коммерция. Он снимает на потоке, он снимает вообще не высовывая головы из ноутбука, из камеры. Не понимает, что происходит, просто вот к нему обращается, он снимает раз, два, три, любые направления, что угодно. Вот. Уверена, в принципе, уже держит камеру. Какое-то сарафанное радио есть, и в основном у такого фотографа, который снимает все подряд, к нему обращаются люди со всех вообще, с разных сфер, с разными заказами. И сарафанное радио работает таким образом, что о нем говорят, что обратись к нему, он снимает все. Вот. И он старает обучаться, но времени нет, потому что в основном он только снимает. Вот. На обучение он как бы уделяет время, но очень мало. Вот. Старается делать все сам, и организовывать, и продюсировать, и ретушировать, и стилизовать, и так далее. Короче, мастер на все руки. Вот. В целом нет опыта в крупных проектах, потому что он застрял на том уровне, что он готов снимать все и вся. Вот. Рад бы это сделать, но нет на это времени. Мечтает, когда у него есть время на это, выйти на новый уровень, чтобы стать настоящим топом фотографом в своем городе, либо вообще в мире, и перестать снимать все подряд, работать только в том направлении, которое ему нравится. Я, например, знаю большинство, большое количество фотографов, которые снимали свадьбу и перестали это делать, потому что им уже это надоело. Вот. Как бы там ты ни подходи, но тебя уже не прет от этого, и у тебя просто каменное лицо, ты не хочешь этого делать вообще. Вот. И есть мечта работать в одном направлении, которое тебе нравится, которое тебе доставляет удовольствие, ради которого ты готов встать в 4 утра и просто поехать снимать то, что тебе нравится. И тебе хочется, чтобы тебе за это платили еще. Вот. И это то, что вообще сидит в голове у опытного фотографа, который уже умеет держать камеру в руках. Третий уровень, который я выделил, это профессионал. В принципе, тот уровень, на котором я сейчас нахожусь. То есть фотограф, профессионал, он умеет продюсировать съемки, умеет собирать команду, умеет вообще работать в конкретном направлении, понимает, кто его идеальный клиент, он знает свои цели и как к ним прийти, у него есть четкое понимание, куда он двигается. Он не плывет по течению. Вот. Он не разделяет творчество и коммерцию. Согласитесь, это идеально. Когда ты снимаешь творчество, и тебе платят за это деньги. То есть у тебя нет разделения. Так, это коммерция скучно, а это веселое творчество. Вот. То есть его рекомендуют и говорят, что этот парень или эта девушка просто. Этот профессионал работает в конкретном направлении, он снимает портреты, он работает с людьми, с моделями в кадре, делает это очень круто, поэтому тебе стоит к нему обратиться. То есть у него четкое сарафанное радио и позиционирование вообще в целом на рынке. Высокий гонорар за его работу у профессионала. Он смотрит на свою работу со стороны, на свои действия вообще в целом в процессе работы и анализирует и понимает, что нужно исправить для того, чтобы прийти к определенной цели, которую он себе наметил. Он обучается, растет и понимает, что это составляющая его профессионализма, потому что он не стоит на месте, он всегда практикуется, он всегда впитывает информацию и старается ее внедрить в свои съемки творческие. Далее. Он создает себе различные челленджи, любит экспериментировать, поснимал с естественным светом, поснимал с искусственным светом, поснимал со смешанным светом, поснимал несколько моделей в кадре, взял одну камеру, взял другую камеру, поснимал на телефон, то есть любит делать себе вызовы. В целом он понимает, что важно позиционирование, у него поставлена речь, он понимает, как работать с клиентом, как с ним общаться, как продавать идею, как идею найти, как идею упаковать. Он участвует в проектах, в социальных в том числе, дает интервью, публикуется в журналах, соблюдает баланс работы и отдыха. Достаточно важная тема, вообще могу на нее отдельно говорить, о том, что человек понимает, что есть работа, есть отдых. Да, работа приносит удовольствие, но тем не менее отдых это круто, когда ты вдохновляешься, наполняешься, отдыхаешь и просто переключаешься на другую какую-то сферу, непрофессиональную. И мечты у этого фотографа простые, он, в принципе, живет жизнью мечты, он путешествует, зарабатывает на этом, снимает то, что ему нравится, работает для тех же брендов, дизайнеров и создает творческие проекты. Его все устраивает, у него все в порядке. Есть определенные цели, он знает, как к ним прийти, и он к ним потихоньку идет. Это, наверное, пожалуй, основные такие три этапа того, какими могут быть фотографы. То есть, соответственно, если кто-то из вас находится на втором уровне, то, скорее всего, нужно просто заняться своим позиционированием, понять, что ты хочешь снимать и выбрать конкретное направление. Больше уделять внимание творчеству, не залипать в коммерции. Заниматься тем, что ты будешь вести социальные сети, рассказывать то, что ты делаешь, рассказывать о своих проектах, о творческих проектах. Все это дело демонстрировать, привлекать к себе внимание. Просто отдыхать, как минимум. Не залипать, опять же, в работе. Это нужно для того, чтобы выйти как раз-таки на уровень профессионала. Потому что, ну, уже давно понятно, это баян, что купив дорогую камеру, ты как бы далеко не уедешь все равно. То есть, тебе нужно заняться собой, своими скиллами, своим отношением к тому, что ты делаешь. Хочу забегать вперед сказать, что, ребята, у вас есть телефоны. Если у вас есть телефоны, то просто прекрасно. И я на своем примере покажу, что, имея телефон в руках, вы можете просто сделать офигенные кадры. Используя те знания, которые я сейчас вам дам. И сейчас мы с вами поговорим об основных ошибках фотографов, которые останавливают рост и не дают выйти вот как раз-таки на новый уровень. То есть, ты застрял на новичке и не понимаешь, как выйти вообще на уровень опытного фотографа или на уровень профессионала. Или же ты просто, вот у тебя есть телефон в руках, и ты хочешь научиться снимать. И сейчас я озвучу те моменты, которые не стоит делать тебе. Просто что стоит учесть, если ты хочешь научиться снимать. Вот. Я нашел недавно прекрасную картинку в Инстаграме, на которой написано на английском языке, что умные люди, они учатся от всего, у всех вообще. Вокруг впитывают информацию, они открыты к миру, открыты к людям. Обычные люди, они учатся от своего опыта, а глупые люди, они знают ответы на все вопросы. По-моему, просто прекрасная цитата, и она идеально сюда подходит. Основной, наверное, мой месседж заключается в том, что все то, что я выдаю сегодня, выдавал и буду выдавать, это а. основанное на личном опыте, и б. я бы хотел, чтобы каждый, кто сейчас смотрит меня в онлайне или в записи, просто был бы просто восприимчив в той информации, которую я даю. Со мной не нужно соглашаться, но просто это может быть такой пищей для размышления. Если вы и так пробовали, попробуйте иначе. Вот. То есть, один из первых как раз-таки пунктов, это думать то, что ты уже все знаешь. То есть, Амир, ты мне сейчас сидишь, рассказываешь про какие-то уровни фотографа, про то, что фотограф должен быть и продюсером, и так далее. Что ты несешь? Типа, я и так все делаю, я и так все умею. Тем не менее, скорее всего, если вам нравятся мои работы, и если вы смотрите эту запись, то что-то вас интересует, в чем-то вы хотите прокачаться в съемке, как минимум. И я как раз-таки расскажу в этом, на этой лекции, как сделать так, чтобы у вас получались такие же эффектные работы, как вы видели на первых слайдах, которые делаю я. Неважно, у вас телефон или камера. Первый пункт. Думать, что ты все уже знаешь, не стоит. Нужно быть открытым к миру. Можно к чему-то мнению прислушиваться, к чему-то нет. Не стоит все воспринимать в штыки. Если для вас человек является авторитетом, и его творчество вам нравится, то, возможно, этот человек что-то знает. Возможно, у него есть чему поучиться. Второй пункт. Это соглашаться на любые съемки. Как раз-таки я говорил о том, что это ошибка опытного фотографа. Начинающий фотограф, он снимает все подряд, он ищет то направление, в котором развиваться, то направление, которое ему нравится. Опытный фотограф может застрять. И огромное количество студентов, которые ко мне приходят на курсы, они как раз-таки застревают. Они говорят на мир. Я устал снимать уже свадьбы. Я устал снимать еду. Я устал снимать какие-то репортажные съемки. Я хочу развиваться в творческих съемках, снимать модели. Я хочу снимать для брендов. Совершенно нормальное желание. Но человек не понимает, как это делать. Как раз-таки в этой презентации на своих курсах я объясняю, как это делать. Все логично, понятно, подробно. Вот. Соответственно, понять, что ты хочешь делать, и соглашаться только на те съемки. А желательно проявлять инициативу, и проводить те съемки, которые тебя вдохновляют, которые тебе нравятся. Публиковать их, показывать их, не складывать их в стол. И со временем придут люди, как раз-таки, увидев ваши творческие съемки, они придут с заказом, как раз-таки, просто придут и скажут, сделай так же, как ты сделал на этой фотографии или просто на этой съемке. Я часто провожу творческие съемки, и ко мне приходят клиенты и говорят, Амир, сколько это стоит? Сколько мне нужно заплатить, чтобы ты сделал такую фотографию? Я говорю, слушай, это стоит вот столько-то, потому что сделал эту съемку не только я. Здесь был и визажист, здесь была и идея от там продюсера, здесь был стилист, здесь была сумасшедшая локация, реквизит и так далее. Все, человек говорит, окей, хорошо, вот деньги, я перевожу, пожалуйста, просто сделай красиво. Следующий пункт. Слушать окружение. Ребята, я сказал, что вначале я вырос в городе Железногорске. Это маленький город, там минимальное количество творчества в окружении. Когда я начинал снимать, мне говорили, что слушай, у нас тут в городе фотографов миллион, а и в Москве там вообще их просто. Каждый фотограф, и у тебя вообще ничего не получится. Ну, конкретно так мне никто не говорил, но никто не верил. Все просто говорили, а, да, ты фотограф, может, ты пойдешь нормально, у нас в работу устроишься, что-нибудь такое. Вот. И говорили, что это, да, это несерьезно, и мало кто вообще в меня верил. Вот. Но я все-таки понимал, что, ребята, вы просто идете лесом, мне нравится то, чем я занимаюсь, я понимаю, что я могу на этом зарабатывать и кайфовать вообще. Вот. Поэтому все это дело вообще выкидываем. Если нужно, сходите к психологу, если нужно, послушайте своих близких друзей, порассуждайте, подумайте вообще, поговорите с самим собой, насколько тебе это нравится. Если тебе это нравится, тебе это доставляет удовольствие, снимать на телефон, делать красоту, так самовыражаться, творить, то делай это. Просто пошли всех лесом. Вот. Потому что часто люди на протяжении моего пути, когда я, кстати говоря, улетал из России, это был 2013 год, мне дул 21 год, я улетал из России и говорил одному из владельцев фотостудии, что, слушай, Вова, я лечу в Таиланд, хочу там поработать, пожить несколько месяцев, он мне сказал, Амир, да я уже там несколько раз был, и там вообще не заработать, знаешь, так что, ну, вряд ли у тебя получится. Я как бы пропустил это все мимо ушей, тем не менее, я запомнил это, и я пролетел туда без знания языка, с фотоаппаратом, с одним объективом, фотоаппарат был куплен БУ, и я нашел себе первых клиентов, первую работу, я зарабатывал большие деньги, я живыл в удовольствии, занимался любимым делом, и все. То есть, ребята, всем тем, кому интересна эта история, вообще история моего пути, вы можете перейти ко мне в Инстаграм, Амир, нижнее подчеркивание, Агаев, можно перейти, и там в хайлайсах у меня есть вкладочка, в хайлайсах «Мой путь», там все рассказано, показано, с примерами, с фотками, веселая история, вообще, я там путешествовал автостопом, 9 месяцев снимал, делал кадры из путешествий, и работал параллельно, продавал фотографии на улице, короче, дикая история, жил в церквях, в палатках, на вулканах, вот, перейдем к еще очередной ошибке, которую не стоит допускать, это бояться заявлять о себе в социальных сетях, вот, типа, блин, ну, мне неудобно говорить на камеру, ребята, мне год назад, я не мог два слова связать на камеру, вот, это нужно делать, просто, вы этого никогда не делали, и первые шаги не будут такими, будет некомфортно, будет язык заплетаться, будут глаза уходить влево-вправо, it's ok, это нормально, вот, просто лучше попробовать, чем забивать на это, позиционирование, самовыражение, и вот это, вот это, знаете, показ своей, не только профессиональной стороны жизни, но и личной просто, ваше убеждение, ваши мысли, или элементарно просто показать, как вы готовитесь к съемке, почему вы снимаете, рассказать в конце концов, почему вы занимаетесь тем, чем занимаетесь, это будет интересно услышать, это будет интересно посмотреть, вот, поэтому показывать свои работы, даже если они вам не особо нравятся, это окей, вы же растете, вы только начинаете заниматься, вообще этим делом, часто просто я, опять же, возвращаясь назад, вспоминаю, что я много снимал, мало что показывал, думал, блин, это не круто, я знал, как круто, и хотел сразу сделать круто, вот просто перепрыгнуть, и сделать красоту, но со временем это все получается, и, пожалуй, ключ к этому идет, когда ты обучаешься, практикуешься, получаешь фидбэк, и это все идет по кругу, то есть обучение, теория, потом практика, потом анализ того, что ты сделал, и по возможности получения фидбэка от того человека, кто тебе, кто для тебя является авторитетом, в нашем случае взять фотографа, кто для тебя является примером, вот, так рост просто будет очень быстро, что еще нужно знать относительно ошибок, которые совершают фотографы, это фотографировать, и не повышать чек на свои услуги, вот, то есть думаешь, что, блин, ну, мне вроде платят, но я вроде бы и хочу больше брать, я бы хотел попутешествовать, купить себе новую технику, сделать подарки родителям, или подарки себе, но, блин, у меня вот есть клиенты, я не готов вот называть им новую цену, я с ними вроде долго работаю, но, в общем, это гиблая история, я это тоже проходил, и если вы повысите чек, ничего от этого, никто не умрет, вам просто будут больше платить, будет меньше клиентов, но будет больше чек за ваши услуги, то есть это все про самоуважение, и про позиционирование, знаете, много людей есть в мире, которые готовы платить вам ту сумму, которую вы скажете, просто вы с ними еще не знакомы, вот, и основываясь на своем опыте, я понимаю, что такие клиенты находятся, они готовы платить любые деньги, для того, чтобы они готовы купить тебе билет, для того, чтобы ты приехал и снял то, что ты умеешь, они даже на это готовы, и я так часто делаю, особенно до 2020 года, до середины, я так делал, где-то до февраля, часто летал, клиентам, либо клиенты ко мне прилетали, и в общем вопрос цены вообще не стоит, если ты учишься, если ты анализируешь то, что ты делаешь, ты практикуешься часто, обучаешься, и у тебя опыт растет, у тебя вложение в то, что ты делаешь растет, и работы твои говорят сами за себя, поэтому можно смело повышать цену на свои работы, и не париться, вот, вообще на мой взгляд, если 20-30% клиентов, то есть запросов, которые тебе пишут, а сколько вы стоите, они недовольны, то есть 30% людей, которые спрашивают твои цены, они недовольны, значит у тебя хорошая цена, если 100% людей всегда довольны твоей ценой, значит у тебя низкая цена, вот, следующая ошибка, это сидеть и ждать клиентов без знаний по их поиску, то есть ты сидишь и думаешь, йоу, я прошел курс, заплатил сюда мастер-класс, у меня дорогая техника, инстаграм, много подписчиков, но где мои клиенты, типа, когда они мне напишут, и так далее, вот, здесь не нужно тупить, нужно просто понять, как искать клиентов, как писать коммерческие предложения, как делать эффективные коллаборации, которые бы продавали тебя просто, и все, вот, то есть я, опять же, прилетел, когда на остров Бали, 6 лет назад впервые, я сидел просто на ломаном английском, писал письма коммерческие в инстаграме, в фейсбуке, на почте, и отправлял 10, 20, 30 писем, и находил себе клиентов, с которыми работаю по сей день, я заработал большое количество денег с одного клиента на протяжении вот нескольких лет, мы работаем просто стабильно, снимаем рекламные кампании вместе, и есть взаимное доверие, комфорт, мы растем вместе, и это просто прекрасно, все почему? Потому что я заявил о себе, вот как раз таки я наладил тот мост, есть крутой ты, есть прекрасный клиент, которому нравятся твои работы, и который готов платить за то, что ты делаешь, и нужно просто познакомиться, нужно тебе сказать, что ты есть, вот, нужно правильно, грамотно написать коммерческое предложение, составить портфолио, и впечатлить его. Следующий пункт, это забивать на поиск своего авторского стиля, важный момент, потому что, да, фотографов много, но если ты снимаешь, как все, то, скорее всего, ты не будешь выделяться на рынке, словами себя далеко не продашь, если твои работы не говорят сами за себя, они не выделяются, то, скорее всего, тебе будет сложновато, поэтому стоит всегда искать, стоит анализировать, смотреть на работы других авторов, которые тебе нравятся, стараться понять, почему тебе нравится, почему тебе нравится этот автор, почему, чем его работа отличается от других, и что-то примерять к себе, то есть, это тоже отдельная тема, на которую можно разговаривать бесконечно. И есть еще самая частая ошибка, я о ней чуть позже расскажу. Ребята, вот несколько фотографий, которые сняты на iPhone, мной, посмотрите, есть ли у вас вопросы, посмотрите на модели, посмотрите на стиль, посмотрите на свет. Эти кадры я снял на телефон, это 11 iPhone, я снял это просто одним кликом в процессе съемки решил сделать несколько кадров, и, ну, разницы не отличить, в принципе. Все прекрасно, мы живем все-таки в 2021 году, iPhone является вообще телефоном номер один на рынке, и позволяет тебе снимать на широкоугольный кадр, делать широкоугольные какие-то кадры, делать кадры там стандартные, это 30 миллиметров, тире 50, есть дальнофокусный объектив, встроенный в телефон, зум-объектив, который позволяет делать портреты, и, в принципе, что еще нужно? Можно просто брать телефон и творить, готовиться к съемкам, подбирать модели, работать, кстати говоря, ребята, я называю модели всех людей, которые стоят вообще в кадре, то есть все эти фотографии, они не обработаны ничем, ребята, и вообще кадры не обработаны, которые вы сейчас видите, они просто, я ничего с ними не делал, просто взял и снял, вот, как я их снял, я сейчас объясню, вот, чтобы вам было понятно, кстати говоря, я подобрал специальные кадры, чтобы вы могли их спокойно повторить дома, то есть, как вы видите, первый кадр, две девушки, я снял на черной шторе, которую купил в магазине, свет из окна светит, второй кадр, это девочка, моя знакомая, Ева, из Судана, мы снимали дома, я купил, такой лист, полупрозрачный, в строительном магазине, и включил одну лампу, и сделал фотографии на телефон, справа девочка Аиша, она из Германии, мы сделали фотографию на кухне, она села просто на кухонный стол, и я сделал кадр, вот, в принципе, и все, то есть, в локации никаких вопросов нет, есть свет, который идет от лампы, есть свет, который идет из окна, просто естественный свет, искусственный свет, и телефон может помочь вам сделать просто офигенные кадры, которые будут просто вызывать восхищение, и возвращаясь как раз таки к тому, к той основной ошибке, о которой я умолчал ранее, сейчас скажу о ней, основная ошибка фотографа, это неумение работать со светом, неумение работать с техникой, неумение работать с композицией, с моделью, то есть с тем человеком, который стоит в кадре, неумение и нежелание, невозможно подготавливаться к съемкам, непонимание того, как это вообще делается, и, конечно, практиковаться у него, минимальное количество практики, это его ошибка, собственно, вот, это основные ошибки, которые может совершить фотограф, и причем, если ты просто можешь вычеркнуть сейчас композицию, или, ну, какой-то из этих пунктов, то, скорее всего, поэтому, работы фотографа могут не дотягивать, там, до профессионального уровня, потому что он не понимает, как работает свет, мне часто пишут, знаете, спрашивают Амир, слушай, у меня портфолио готово, где мне искать клиентов, я захожу, смотрю, что там за портфолио, а там просто, ну, типа, красивая картинка, модель тоже хорошая, макияж классный, стиль хороший, но человек не понимает, что такое свет, и как он работает, как он светит, как он ложится на модели, он портит модель, или он меняет ее внешность, в лучшую сторону, в худшую сторону, то есть у нее нет понимания совершенно, вот, поэтому для того, чтобы снимать как раз-таки эффектные портреты на телефон, в данном случае у нас iPhone, передовой телефон на рынке, нужно понимать, как этот телефон работает, как работает фокусировка, как работает экспозиция, что это такое вообще, как работает выдержка, какие вообще есть линзы, если вы пользуетесь последней моделью, здесь у нас есть три линза, широкоугольный объектив, стандартный объектив, и дальнофокусный объектив, как ими пользоваться, чтобы делать эффектные кадры, это должно просто у вас на автомате, ну, быть понимания, то, как это все работает, вот, далее, работать со светом, нужно понимать то, как работать со светом, как снимать в любое время дня, утром, днем, вечером, ночью, вот, понимать направление света, где свет плохой, где свет хороший, разбираться в нем, когда нужны дополнительные источники, когда их не нужно использовать, чтобы сделать кадры более живыми, естественными, Далее, композиция и кадрирование. То есть, понимать основные правила. Просто их несколько основных правил, соблюдая которые, можно сделать уже эффектный кадр. То есть, все эти кадры, которые я вам показывал, сняты по правилам. Вот, то есть, нет такого, что я такой, увидел, что-то снял, мне повезло, я сделал. Нет, я просто знаю правила и ими пользуюсь. Я понимаю, как светит свет, я понимаю, что сказать модели, чтобы она выглядела эффектно в кадре. Я понимаю, как нужно настроить композицию на телефоне, чтобы это все было так, как вы видели на предыдущих слайдах. Это все было красиво, смотрелось красиво. Вот, то есть, понимать планы крупности, правила кадрирования, как обрезать, как кадрировать можно, как нельзя и так далее. Какие ракурсы можно брать, какие они вообще есть. Вот, и, конечно же, самое основное, наверное, пожалуй, это понимание того, как работать с человеком, который стоит в кадре. Потому что часто вот те же студенты, которые приходят ко мне на обучение по фотографии, они делают вроде как все хорошо, но у них манекены в кадре. Люди какие-то неживые, не дышат, не понять, как выглядят. То есть, в жизни они гораздо красивее и интереснее, а на фотографиях они просто как манекены. Вот, поэтому понимание того, что такое позирование, что нужно сказать модели, как вообще подобрать модель, как подбодрить модель, как настроить модель, как взаимодействовать с моделью во время съемки, до съемки, это понимание даст как раз-таки все то для того, чтобы сделать кадры максимально классным, живым. Следующий пункт это готовиться к съемкам, то есть, понимать, где брать идею, как создавать модборд, как подбирать команду, кого пригласить на съемку, чтобы было круто, как выбрать локацию, на что обращать внимание при выборе локации, как выбрать луки, подходящие под локацию, под модель, какие реквизиты или аксессуары нужно добавить. То есть, это все на подготовительном этапе нужно делать. Вот, и, конечно же, практиковаться, потому что можно много смотреть прямых эфиров, бесплатных вебинаров, марафонов, лекций слушать и так далее, но если ты не практикуешься, то есть, ты слышишь и воспринимаешь огромное количество полезной информации, и ты из этого ничего не применяешь, то, скорее всего, ты останешься на том месте, на котором ты и был. Вот и все. Вот. Поэтому практика и анализ работы – это все. В идеале еще обратная связь от ментора, наставника, учителя, неважно, просто того человека, чьи работы вам нравятся. Вот еще несколько работ, которые я снял на телефон. Все тот же телефон, хотя нет. Слева и справа – это у нас 11-й iPhone, Pro Max, посередине – это iPhone 8, 8, 8 Plus, да. Слева кадр – это у нас, я сделал просто кадр в душе, был красивый свет, я сделал вот такую картинку. Композиционно все красиво, модель, стайлинг, свет – все прекрасно в этой фотографии. По центру кадр сделан в Африке, в пустынях, это можно снять на любом карьере. Я нашел модель, сказал, что ей одеть, сказал, как лечь, куда посмотреть. И композиционно выстроил кадр, поправил настройки и сделал такую фотографию. Примерно это заняло несколько секунд. Вот. Справа кадр – это я сделал здесь, на острове Бали. Вот такая идея, я решил ее реализовать. Эта картина сейчас рисуется в Нидерландах. Мы сделали коллаборацию с нидерландским художником. Эта картина будет готова примерно через 2 недели. Она будет высотой 4 метра. Огромный просто арт-объект получится. И этот кадр я сделан на телефон. Вот. Просто хочу до вас донести мысль, что если вы хотите заниматься творчеством, то у вас уже есть все для этого. Есть фотография, есть все... В целом, общее понимание то, как делать эти кадры, которые я вам сейчас показываю на экране. Есть телефон, можно идти и снимать. Все. Сейчас как раз-таки я вам поэтапно расскажу, что я делаю для того, чтобы создать такие кадры или просто все те кадры, которые вы видели у меня на странице или еще увидите. Ребята, полный цикл создания моих работ. Внимание на экран. Расскажу то, как я делаю фотографии, которые вы видите сейчас на экране. По крайней мере, вот этот кадр, который сейчас вы видите с этими прекрасными девушками. Как я создавал эту съемку и как я создаю огромное количество других съемок. Первое, я ищу идею. Второе, создаю мутбор, то есть визуализирую идею в картинке. После чего я ищу команду. Далее, подбираю локацию подходящую. Далее, я подбираю модель. После чего подготавливаюсь и провожу саму съемку. Отбираю материал, обрабатываю и публикую это все дело. Сейчас подробно на каждом пункте остановимся. Постараюсь с вами поделиться своими знаниями, опять же, в рамках нашего с вами лекции. Поиск идеи. Любая съемка начинается с идеи. Это может быть и музыкальный клип, это может быть кино, это может быть съемка другого фотографа, это может быть рекламный щит, это может быть какой-то стильный человек и так далее. Я часто вдохновляюсь просто людьми, которые стильно одеты. Я часто вдохновляюсь художниками, я часто вдохновляюсь и клипами, и фильмами, и просто коллегами. Я восхищаюсь, когда люди делают красоту, делают прекрасное. Вот, кстати говоря, здесь у нас какие есть фотографии? У нас есть черно-белый клип Кэнни Веста. Прекрасный клип, очень красивый и по свету, и по композиции и так далее. Можно много вдохновения там найти. Есть прекрасный фильм, который называется «Она». Он очень красиво снят, необычно, атмосфера очень приятная там. То, как одеты главные герои, это просто замечательно, можно посмотреть. Те, кто не видел, я рекомендую. Мемуары гейши, справа фильм, где девушка стоит в полный рост. И это просто эстетически красивый фильм. Какие там декорации, интерьеры, костюмы, макияжи, это завораживает просто. И так далее, ребята. То есть, заходим на Пинтерест, слушаем, смотрим просто по сторонам. Выключаем телефон и думаем, что нам нравится. Обращаем внимание, прислушиваемся к себе, к окружающему миру. Как бы это высоко, далеко не звучало, так оно и есть. Вот. Вас зацепил клип, вас зацепил какой-то стиль. Все, от этого можно оттолкнуться и создать мудборд. Это следующий этап, который я делаю. Я создаю мудборд, визуализирую идею. То есть, я пытаюсь засунуть все свои мысли в картинки и собрать 5-10 картинок, которые будут отражать идею предстоящей съемки. Скажем, мне недавно понравилась история с тем, что почему бы не поснимать на скалах и в верхней одежде. Я просто живу в тропиках и снимаю часто ювелирные украшения, бикини и так далее. Вот. Но я хотел бы снимать в верхней одежде. Нашли несколько плащей. Я создал, соответственно, мудборд, скалы, немножко воды, кадры спокойные по обработке, простые позы, немножко динамики за счет ветра, за счет движений. Макияж простой, волосы распущены. Это все читается по мудборду. Понятно стилисту, что делать. Понятно модели, что делать. Понятно мне, что делать. Понятно мизажисту, что делать. И все. По мудборду становится все понятно. Через мудборд можно продать идею кому угодно и, соответственно, уже ее начать реализовывать. Здесь тоже мужская съемка. Понятно, что есть тачка, есть парень, который одет достаточно просто. И есть разные позы, которые я могу осуществить в процессе съемки. То есть мудборд помогает мне и передать идею другим членам команды. И он помогает мне сориентироваться в процессе съемки. Какие позы сделать, какие ракурсы взять, какой свет использовать и так далее. Следующий просто уровень, следующий шаг, на мой взгляд, попробуйте что-либо привнести в практику на предстоящую съемку. Если вы никогда не снимали, попробуйте поснимать. Попробуйте подготовиться к съемке. Я вам... Да можно на iPad снимать, можно на стул снимать или на ведро. Вот. Главное то, как ты видишь кадр и так далее. Вот. То, как видеть кадр, вот как раз-таки через знание композиции, света, подготовки к съемке. Ты все это можешь сделать. Поэтому берем телефон и идем снимать. С мудбордом понятно. Следующий пункт это поиск локации. Я представляю. Так, что мне нужно снять? Окей. Какое место мне нужно? Где его найти? Это студия? Это природа? Это какой-то интерьер? Это какая-то улица? Я начинаю искать, где мне поснимать. Стараюсь понять, мне нужен дополнительный источник света или мне нужен просто солнечный свет, солнечный день. Вот. То есть я стараюсь заранее понять, что за локация. Стараюсь на эту локацию приехать, посмотреть, что здесь вообще красивого, вдохновляет ли меня локация. Вот. Потому что если локация не вдохновляет, то зачем это все вообще нужно? Вот. И так, в принципе, честно говоря, во всем. Модель должна вдохновлять. Идея должна вдохновлять. Локация должна вдохновлять. Команда, с которой ты работаешь, должна вдохновлять. Вот. Если что-то где-то идет не так, то, скорее всего, ты что-то сделал не так. Поэтому локации тоже мы заранее стараемся уделить этому внимание. То есть я смотрю, что за локация, нужен ли мне дополнительный свет. И я стараюсь понять, когда смотрю локацию, что мне нужно где снять. Я снимаю сначала справа, потом я снимаю вот здесь сверху, потом я снимаю снизу, потом я меняю другой источник света, снимаю другой крупности и так далее. То есть я стараюсь заранее понять, какие кадры мне нужны. После чего, когда у меня есть понимание по мутборду, по локации, по идее вообще в целом, я формирую команду. То есть я продаю идею свою, крутому визажисту, с которым я хотел бы поработать, стилисту, ассистенту, ретушеру и модели. Вот. То есть здесь, когда у вас есть понимание того, что вы хотите, того, где вы хотите это сделать, то, скорее всего, отказов будет минимальное количество. Потому что часто бывает, что модели отказывают. Или они просто не отвечают. Но когда ты умеешь правильно общаться с моделью, когда ты умеешь предлагать правильно свою идею, продавать идею, то вам будут говорить просто, да, хорошо, я хочу с тобой поработать. Что нужно сделать, когда нужно, куда приехать, вот и все. Так работает сарафанное радио, так и проявляется профессионализм, так и получается профессиональный результат. После подбора команды я ищу модель. Я использую модельное агентство, я использую инстаграм, элементарно просто захожу в инстаграм и ищу тех, кого хочется поснимать. Я это делаю через коллег-фотографов, через поиск в инстаграме, через отметки в инстаграме, через сториз. Любые социальные сети тоже использую. Фейсбук, контакт. Везде можно найти тех людей, которые вам нравятся. Опять же, повторюсь, что модель это любой человек, который стоит в кадре. Если вы только начинаете снимать, снимайте людей, которые вас привлекают, вас вдохновляют. Не нужно брать человека, у которого два ракурса. По крайней мере, те два ракурса, которые вы видите. Возьмите человека, который вам нравится. Так вы сможете сосредоточиться на съемке, на том, как снимать, где снимать, на что обращать внимание, на композиции, на свете и так далее. Вам не нужно будет заморачиваться и искать эти два ракурса у человека. Вам нравится человек, человек вам кажется красивым. Все, значит, можно расслабиться и получать удовольствие от съемки. Далее, я подбираю модель, я обращаю внимание на то, как она двигается. Смотрю ее профиль, запрашиваю определенные фотографии или видео. Смотрю ее портфолио. Подбираю ее просто по съемку, понимая, подходит она под эту идею или нет. Предлагаю ее, и, как правило, модели соглашаются. Ну, в принципе, мне часто уже просто модели пишут в директе, либо агентство предлагает мне поснимать тех или иных моделей. Парни или девочек. Далее, после чего я готовлюсь к съемке. Важная составляющая, опять же, как я и сказал, это огромная составляющая вашего успеха. То есть, если у тебя получается крутой результат, скорее всего, ты подготовился. Да, бывает так, что ты спонтанно проводишь съемку, у тебя получается хорошо. Но если мы говорим про профессиональную историю, то нельзя полагаться на случай. Нужно стабильно выдавать хороший результат. Вот и все. Как раз-таки подготовка здесь помогает. Приехать заранее на площадку, понять, насколько все окей, встретить команду, настроиться вообще в целом, без опоздания приехать. Вот. Убедиться, что все в порядке. Есть техника на месте, есть у тебя понимание, что где ты будешь снимать, кто что где одевает, кто за что отвечает. Все ли в порядке со светом на месте, либо что-то нужно изменить, что-то заказать, докупить вдруг. Вот. То есть, как раз-таки вот эти мелочи, они делают из простого фотографа профессионала, на которого можно положиться. Кстати говоря, относительно подготовки к съемке, как я и обещал, в конце эфира подарю вам чек-лист по подготовке к съемке. Чтобы вы могли по пунктам, там 11 пунктов, вы могли идти по нему и готовиться к съемке. Неважно, у вас телефон или не телефон, он вам поможет сделать максимально хороший результат. После чего, после того, как я провел съемку, я отбираю материал, то есть, собираю серию, опять же, опираюсь на знания по свету, композиции, стараюсь выбрать разнообразные кадры, чтобы зацепить того или иного заказчика, клиента, зрителя просто. Вот. То есть, стараюсь это обработать стильно, сделать ретушь, цветокоррекцию, чтобы это все смотрелось цельно, красиво, профессионально. Потому что можно, опять же, красиво снять, но фигово обработать. Можно запортачивать всю съемку. Можно плохо снять и круто обработать, это тоже так не работает. То есть, хочу сказать, что одно без другого не работает. Если ты не умеешь снимать, то стоит научиться, это хорошая идея. Вот. На обработки не вывести. Если ты умеешь снимать, но не умеешь обрабатывать, то тут, как бы, либо ты вообще не обрабатывай, либо научись обрабатывать. Вот. Это тоже несложно. Ребята, мы сейчас пробежались по основным шагам того, что я делаю. То есть, для того, чтобы создать ту же работу, которую вы сейчас видите на экране, прекрасный портрет Оливии, девочки из Кении, который я сделал в 2020 году, в начале года в Африке. Замечательные воспоминания. А я просто опирался вот как раз-таки на знания композиции, света и так далее. То есть, все те знания, о которых я говорю, то есть, те знания, которые делают меня профессионалом, я эти все знания упаковал в свой курс. Курс называется «Топовый фотограф». Он идет два месяца, и на нем я разбираю достаточно много тем, в принципе, все то, что я знаю, вложил в этот курс. Ребята, как я и обещал, я выдаю вам бонус в виде гайда. Это 11 шагов по подготовке к съемке для того, чтобы его получить. Достаточно просто перейти по ссылке в мой телеграм-канал, подписаться на него и забрать. Этот гайд. Ссылку мы сейчас вышлем в чат и прикрепим под видео, если вы смотрите в записи. Гайд, он будет для вас полезен, если вы готовитесь к съемке. К творческой, коммерческой вообще не имеет никакого значения. Просто открываете этот гайд и идете пошагово, по инструкции. Все делаете поэтапно. И уже в процессе, после того, как вы прошли все 11 шагов, вы можете спокойно прийти на съемку и получать удовольствие от процесса. А не суетиться и отвлекаться и так далее. У вас все более чем получится с таким гайдом. Здесь дело уже за вами. Идти, практиковаться, учиться творить. Телефона для этого более чем достаточно. Вы видели пример того, как я снимаю на айфон. Думаю, что эти примеры вас вдохновили. Поэтому я вам желаю прекрасных кадров. Мы на этом заканчиваем. Увидимся либо у меня на курсе, либо у меня в инстаграме, либо в комментариях под этими видео. Спасибо вам большое. И пока-пока. До скорых встреч.